Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля и я стройнею. И знаете, что я сегодня готовлю? Да-да, не поверите, селедку под шубой. И если вы досмотрите ролик до конца, вы удивитесь, какой калорийность этот наш любимый, обожаемый салат. Ну и по ходу дела расскажу. Конечно, я не знаю, есть ли в стране в нашей какая-нибудь хозяйка, которая не умеет делать селедку под шубой. Но мало ли, у каждой хозяйки есть свои нюансы. Вот так тортик, ой, тортик, салатик, ну да, он же слоеный как тортик, выглядит в разрезе. А вот в этой порции 285 грамм, всего лишь примерно 300 килокалорий. И вполне можно себе позволить на обед. Вот, заходите ко мне на канал, у меня очень много и рецептов, и вязания, и болталочек, рассуждалочек, мотивашек по поводу построенения. Приглашаю. А сейчас покажу, как я делаю шубу. Итак, начинаем, конечно же, с варки овощей и яиц. Да, мои дорогие, я селедку под шубой очень люблю делать с яйцами. Дело в том, что тогда получается абсолютно сбалансированное блюдо. И овощи, и белок в виде яиц, и рыбка. Это тоже и белок, и омега-3. Полезные кислоты. Вот так вот. То есть, я теперь даже любое блюдо рассматриваю с точки зрения полезности. Овощи я варю все в одной кастрюле. И здесь такие нюансы. Свекла варится дольше всех, потом, значит, морковка и картошка варятся всех быстрее. Поэтому вниз я кладу свеклу. Все овощи просто чисто-чисто мою. Конечно же, не снимается никакая кожура. Сверху укладывается картошечка. Заливаю это кипятком, потому что мы варим не бульон, а нам нужны вареные овощи. Поэтому заливаю кипятком и варю до готовности. Когда смотрю, картошечка сверху, она уже сварилась, я ее вытаскиваю. Второй потом, как сварится морковка, тоже вытаскиваю. И свекла варится чуть дольше всех. Селедочку я очень люблю солить сама. То есть, я покупаю свежую и солю. Ну, в этот раз вот захотелось, а уже возиться засолкой как бы не это самое. Поэтому вот просто купила в магазине селедочку. Уже готовую. Написано, что слабосоленая. И еще. Вы знаете, овощи я беру на глаз. Вот по мне, лучше пусть чуть останется, чем не хватит. Если останется свекла, можно сделать ее с чесночком с майонезом. Замечательный салатик. Немножечко. Если останется отварная картошка, ну, это уж хоть куда. Хоть с салом в прикусочку. В доме у нас всегда есть сало. Так что пусть лучше будет чуть больше. Но примерно так на глаз я смотрю пропорции. Итак, картошечка у меня уже сварилась. Пока варятся овощи, буду разделывать селедку. Да, попутно, мои дорогие, что хочу сказать. Я в жизни не видела ужасней селедки. Просто ужасней. Ну, во-первых, я тут отчасти и сама виновата. Я потом уже увидела, знаете, вот малюсенькими буквочками внизу. Вот как это можно было рассмотреть? Здесь написано, продукт охлажденный, произведен из мороженого сырья. Вот здесь вот мелко-мелко. Вот, видите? Не увидела. В общем, ужасная. Во-первых, никакая она не слабосоленая. Во-вторых, ну, короче, кошмар. Не тухлая, слава богу. Хотя, до срока годности еще целый месяц. Целый месяц. Сегодня 21 марта, годен до 16.04. В общем, не покупайте что-то тут Чувашия, Чебоксары. Потом Татарстан, Альметьевск. Ну, в общем, да, в жизни больше такое не куплю. Нет, как уж солила сама, так и буду солить сама. Ну, все. Сейчас буду разделывать и разрезать на кусочки. Лук практически для всех салатов я сначала мариную. Значит, чуть тепленькая вода. Чайная ложка соли, без горки. Чайная ложка сахара. Можно с небольшой горочкой. И яблочный уксус. И лучок будет мариноваться, пока я буду все очистить и нарезать. Готово. Вместо яблочного можно взять виноградный, либо просто столовый, 9% уксус. Все. Маринуемся. Селедочка у меня готова. Все ингредиенты подготовлены. Начинаю собирать шубку. Первый слой – это картошечка. Картошку я не тру на терке, как свеклу, морковку и яйца. А режу мелким кубиком. Не нравится мне на терке. Она очень такая крахмалистая. Просто вилочкой потом вот так вот аккуратненько все разравниваю. Буду делать сеточку из майонеза. Майонез я использую разный. Значит, обычный. Знаете, это не реклама, но это самый лучший майонез на свете. Ежика. Это Екатеринбургский жировой комбинат. Если вам где-то попадется, купите. Не пожалеете. По мне, так он даже лучше Махеева и других остальных. Я отрезаю вот здесь уголок с противоположной стороны от крышечки. Еще использую майонез. Тоже Ежика, но домашний. У него 46% жирности. Использую еще вот такой легкий. 20% бывает еще 15%. Знаете, потому что легкий майонезный соус имеет немножечко другой вкус. Но зато он понижает калорийность этого салата. Поэтому я наношу, например, сеточку из одного майонеза на другой слой. Я буду другую сеточку наносить. Вот как-то так. Нанесла сеточку и вилочкой вот так вот разравниваю. Ну, потому что я люблю, чтобы майонез был распределен равномерно. Следующий слой у меня селедка. Знаете, кто-то следующий слой кладет лучок. Ну, думаю, это уже дело вкуса. А лук тем временем я откидываю на ситечко, чтобы слить маринад. Вот так я разравниваю селедочку. Ну, вы знаете, селедка, несмотря на все свои как бы недостатки, оказалась довольно-таки вкусной и жирненькой. Ничего. Так, ну, селедочку, конечно, я майонезом покрывать не буду, потому что она жирненькая. И она довольно-таки соленая. Поэтому никакой слой я больше солить не буду. А вот если селедка слабосоленая, то слой, допустим, с морковкой либо с яйцами можно немножко пристолить. Это, опять же, все по вкусу. Следующий слой лук. У меня ушла не вся луковица. Примерно половина или чуть больше половины. Этот слой я также не буду покрывать майонезом. Следующий слой морковка, которая буду покрывать майонезом. Заметьте, что майонез я промазываю тоненько. Ну, во-первых, я стройнею, а мне тоже хочется вкусненького. А во-вторых, чтобы все-таки вкус майонеза не перебивал вкус остальных продуктов. Следующий слой яйца. Сеточка из майонеза. По яйцам размазывать проблематично, потому что они пушистые. Оставляю так. И остается у нас только свекла, которую сверху тоже покроем майонезом. Слой свеклы. Кстати, сразу такой небольшой лайфхак. У меня осталось немного натертых яиц и свеклы. Я их смешиваю, добавляю туда чеснок и тру немножко сыра. Любого. Но я люблю колбасный подкопченый. И добавляю майонез. Это вкуснятина. Это такая намазочка. Знаете, есть такая классическая намазка. Яйца, сыр, чеснок, майонез. Так вот, если добавить туда свеколку, будет еще вкуснее. И вот такая красота у нас получается. И что бы вы думали? Всего 105 килокалорий на 100 грамм. Благодаря легкому майонезу и потому, что его вообще не очень много. Так что, стройнеть можно и нужно вкусно. В конце я оставлю скриншот с моего кулинарного калькулятора, где есть все КБЖУ. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. Ваша Оля. По скриптум. А вот и мини-салатик, о котором я вам говорила. Чесночку добавила, сыру. Ммм, вкуснятина! Ммм, вкуснятина!